Наше заседание посвящено животрепещему вопросу, вопросу переименования улицы Сак-Иванцетти, в которой сломано столько копий. Что могу сказать, как официальное лицо, в настоящий момент в комиссии по переименованию заявлений о переименовании улицы Сак-Иванцетти нет, поэтому можем считать данный вопрос на данный момент закрытым. Улица Сак-Иванцетти сейчас переименоваться не будет. Улицу можно не обложить, но у нас несколько подписчиков, которые исходят из той войны, которую произошла сейчас в нашем городе, в нашем районе. Вообще в городе. Потому что это и касается тех ошибок, которые совершаем мы, администрация и наши власти. И чтобы это не повторялось. И это чтобы, в общем-то... Ну, все ли на замесу? Да. Мы полностью с вами согласен. Мы учтем вот те моменты негативные, которые имели место при данной ситуации. И постараемся сделать процедуру последующего переименования любых иных улиц, более прозрачной, открытой, обсуждаемой и продуманной. Очень хорошо. 25-го числа нам выделили праздничный день, день поминовения, плачущая и прочее. Где я только не поднимала этот вопрос. Где я только не говорила. Недавно услышала я передачу об Израиле. Там вышли народ сажать деревья. Вы знаете, десятки, сотни деревьев. Цель, чтобы была память, восстановить память о советских солдатах-полицах. Посмотрите, какую память мы сейчас возрождаем на нашем кладбище Воскресенском. Вы посмотрите, что там творится. Идешь по аллее, память нету героям. Все замечательно, чисто, покрашено, ухожено. Только аллее. Подходишь к памятнику борцам, ограда из кирпича, ну, метров, сантиметров восемьдесят. Ты перешагиваешь эту ограду и проходишь 20-30 метров. И что ты видишь? Огромнейший обраг. Дальше коллектор. Между коллектором и обрагом. Памятники старые, ржавые. Деревья вот такие огромные. Огромные, мусор, тряпки, что только угодно. Ладно, это за заборчиком, это в обраге. Но если ты зайдешь на кладбище, первый переулок, второй переулок, пройди по первому переулку, ты идешь, ты идешь вот так, а иногда приходится проползать. Там тоже обраг. А в этом обраге, простите меня, даже старые памятники, ржавые, но с красной звездой наверху. А как это можно? А какие там великие люди? Улица Савы-Мансерики та же самая. Французский район. Идеальная чистота. Отряда. Молодцы. Октябрьский район. Боже мой! Что творится? Даже на маленьком таком 20-метровом отрезке там пять магазинчиков. Ни поздней осенью, ни зимой, ни ранней весной пройти нельзя. Пройти можно только по проникшей части. Первый вопрос по кладбищам. Вот то, что вы озвучили, это, конечно, недопустимо. У нас сейчас в рамках месячника по благоустройству самое пристальное внимание уделяется именно благоустройству кладбищ всех на территории города. Поэтому я предлагаю вам совместно, если в этом есть необходимость, пройти на Воскресенское кладбище, вы укажете те моменты, которые озвучили. Мы обязательно их будем устранять. Потому что, еще раз повторюсь, это, да, недопустимо. Не верю. Давайте буквально после этого... Мало того, что всех кладбища... Можно я закончу мысль. Поверьте, у меня на кладбище, лично у меня, у моего родителя, который прошел Финскую войну, Великую Отечественную войну, флаг водрузил над Рейстагом. Вы понимаете, на его могиле украли. Украли. Одну ограду. Вторую ограду украли. Дальше. У Звекрови. Тоже ограду украли. А у моей родительницы, которая во время войны потеряла вообще зрение. Не то, что ограду. Памятник пополам разбили и расстреляли фотографию. Только одну фотографию. Нет, на Воскресенском кладбище десятки, сотни разбитых фотографий и разбитых памятников. Вы понимаете, памятник. Мраморный памятник на половинку. Гранитный памятник на половинку. К сожалению, факты мародерства, они имеют место. Да, действительно. У нас не только на Воскресенском. Факты мародерства имеют место на кладбище. Я предлагаю вам в присутствии всех, кто здесь... Ну вы пройдите, покажите, там арбитация. Завтра давайте с вами встретимся на Воскресенском кладбище. Вот и вы. Вы что? На девятый поедем. Я предлагаю вам завтра встретиться на Воскресенском кладбище и прогуляться. Что касается благоустройства двух районов, Октябрьского и Фрунинского, то, что вы озвучили, действительно, такие сигналы нам поступают. Здесь имеет место проблема, наверное, межведомственного взаимодействия двух муниципальных бюджетных учреждений, которые занимаются благоустройством города. Мы этот момент обязательно откорректируем, чтобы у нас улица Сакуанцетти была одинаково благоустроена и слева, и справа. Результаты вы буквально на этой неделе уже увидите. Мы здесь собрались для того, чтобы обсудить именно переименование. Вы знаете, в прошлом году я писал обращение, когда только, опять же, после высказывания Шинчука, за счет того, что это название является примером, ярким примером географического кретинизма, как он выразился, я писал и начал тогда писать обращение на Макроусова. И мне был дан ответ о том, что вопрос о переименовании не рассматривается. Вот этот ответ у меня здесь присутствует. Но, как мы видим, ровно через год, даже меньше, чем через год, эта тема смогу всплыла. И где сейчас гарантия? Вот вы сказали о том, что тема не рассматривается. Где сейчас гарантия о том, что этот вопрос снова по воле заявлению того же Шинчука или еще кого-то, чиновников. Эта тема снова не возникнет. Нам какие-то жителям нужны гарантии. Да, что касается гарантий. Вот в начале совещания мы отлучили, что данное решение принято не будет, заявок сейчас нет. У нас есть... Было три. Да, не пять. У нас есть регламент, да, и в принципе каждый гражданин Саратова может обратиться со своей инициативой по своим предложениям о размещении мемориальной доски, о переименовании улиц. Другое дело... Вы читали этот документ? Пункт 3.3.2. Если поступает предложение о переименовании, обязаны отказать. Здесь написано. Совершенно верно. Ну, а вы что о нам говорите сейчас? Я еще раз говорю, с стороны граждан поступает масса инициатив, и все они рассматриваются. Почему я скажу? А если придурок к вам придет инициативу эту проявит... Вы также можете выйти с собой инициативой... Простите меня, да что уж вы! Также вот сейчас поступил один, я пришел, юридическое лицо пришло. Вот мне сейчас из отдела... Подождите, не перебивайте. Я звонила в отдел архитектуры нашей городской власти. Мне там ответили, как мы должны рассматривать эти заявления единичного лица. Это юридическое лицо мы обязаны рассматривать. Да как это может быть? Единичное, физическое, простите. Физическое лицо мы должны рассматривать. Да как же это? Ну, придурь придет. Да вы понимаете, да просто посмеяться придет. Да может быть, какой-нибудь идеолог пятой колонной придет, чтобы взбудоражить нас. регламент о наименовании. Вы не имеете права рассматривать предложение о переименовании. Тут черно-по-белом написано, что надо отказать. Пункт 3.3.2. Посмотрите сами. Ну, я не знаю, вы что, не читаете свой документ? Вы уж простите, пожалуйста, но мы же на стадии приема заявления не можем дать характеристику человеку, кто пришел. По порядку мы должны рассматривать каждое заявление, которое к нам поступило на комиссию. Ошибка, конечно, в том, что, возможно, не так прозрачно проходят эти вопросы. И вот сейчас, как бы, мы являемся явными свидетелями того, насколько жители действительно вопросы эти волнуют. Я с глубоким уважением отношусь к людям особенно почтенного возраста. И речь, которая была сказана, они очень правильные. Большое вам за это спасибо. Поэтому мы просто будем более внимательны. Я не могу также подставить под сомнение профессионализм членов комиссии, которые работают у нас по... Ну, как бы, тоже такая оценочная характеристика людей, которые... А вы посмотрите, что творится в городе, который уже день, месяц который, который год, тем более с улицы Сак-Иванцетти. И сам административный регламент ваши сотрудники не могут прочитать. У нас, знаете, сколько было? У нас по... Вот с момента того, как было в заявлениях оценка, к нам потом поступало еще порядка от граждан порядка шести заявлений о переименовании в улице Сак-Иванцетти. Совершенно разные. Все судьи... Идет на улице Сак-Иванцетти против переименований. Вот после того, как уже мы столкнулись с таким вот борьбой жителей, во-первых, заявления все были отозваны, и те, кто к нам после обращался, мы им отказывали. А с какой целью они... Да, да, переименований... Какая цель была? Но все равно, вот меня объясните, обоснуйте, какая цель переименований. Первая, одна из целей, которая к нам, когда вот по церкви обращался, цель была именно вернуть историческое название. Вот такая цель. Какое? Историческое название? Нет фамилии Дмитриевской. Даже это, вы понимаете, это же паттасовка. Дмитриевской нет. Это отговорка. Отговорка. И улица тогда имени Дмитриевской. Вы меня извините, дайте мне сказать. Вы меня извините, но если люди, которые принимают и сидят в администрации и принимают это заявление и считают, что это возврат к историческому, не зная сути, вы меня простите, значит, они не образованные. Значит, они не читают ни историю, ни культурно не знают всей культуры Саратова. Я саратовчанка. Я горжусь тем, что я родилась и живу в Саратове. Что мои горни в Саратове я очень люблю. Наблюдаю, как изменяется Саратов. Я вчера проехала. Вот вы, администрация, ну не сядитесь вы в свои машины, а сядьте без своего сопровождения в обычный транспорт и проехайте по городу, чтобы вас не знали. И посмотрите, что творится в городе. Какая грязь, какое безобразие. Деревья поваленные, не спиленные, не убранные. Мы хотим сделать, ну дышим. Ребята в парке ходят. Наш парк Липки, центр города. Во что превратился вы и Фрунзенский район? Парк Липки к вам относится или нет? Волжский? Ну очень обидно. Вот сюда бы всех из района посадить и послушали бы они голос наш. Вы также озвучили, что такие мероприятия будут проходить более прозрачно. Вот меня интересуют, какие будут построены шаги, чтобы работы с общественностью, с жителями данной улицы, чтобы не было такого, за два дня переименовали проспект имени Кирова. Что касается прозрачности рассмотрения, вопросов будем смотреть, потому что просто вот этот вот регламент о деятельности комиссии, он существует уже очень давно утвержден. То есть возможно нужно пересматривать, возможно пересмотреть, а? С 12-го года, да, возможно пересмотреть членов комиссии, потому что это не то, что для меня имеет основание, что историческое наименование улицы, это же рассматривается членами комиссии. У нас есть там и историки, и библиографы, и председатели музея, директора музея краеведения, и госархив, и ректоры, которые у нас университеты по кафедре истории. Поэтому собираются исторические справки, в том числе вот, что касается переименования Сака Ивансетти, где вот, вот у нас Давыдов Вячеслав Иванович, который также является членом комиссии, я думаю, все его знают прекрасно, он как раз собирал и готовил историческую справку по поводу вот улицы Дмитриевской. Потом еще было очень много всяких разных у нас, как бы, и он выступал у нас на комиссии. Вот, поэтому, ну, возможно, действительно, что касается переименования улиц, здесь, так как затрагиваются непосредственно интересы жителей города, то поэтому, наверное, будем думать, как, может быть, изменить регламент. Ну, будем разговаривать, это вопрос еще такого правового характера, поэтому, как поменять регламент, будем смотреть. Возможно, пересмотреть членов комиссии, которые к нам ходят. Вот здесь вот было предложение нам, что сесть на трамвай, троллейбус, проехать по городу. Ну, ездим на трамвае, на поездах. Ну, нет, не, не, мы не будем перепалывать. Ну, вы ездите в трамвай. Просто дайте мне договорить, дайте мне договорить. Дело в том, что вот сейчас объехать, сейчас объехать, это не показатель. Почему? Потому что все ветки обрезают, все выносят. Губернатор объявил месяц по благоустройству, месячные. Это будет с 1 апреля, и я думаю, в течение месяца, и все районы Саратовской области более-менее приведут, ну, горский вид, ну, более-менее будет порядок. Тогда вот, через месяц мы можем проехать, можем даже с вами, ну, посмотреть, будут большие изменения. А то, что в Саратове большие изменения, ну, скорее всего, только слепому не видно это. И тротуары делают, и это. Ну, мы прекрасно понимаем, и мы также душой болеем, и за город Саратов, и за все муниципальные районы. Благоустройство, это вопрос номер один, и губернатор начинает с благоустройства, и заканчивается день благоустройства. Поверьте мне. По основному, нет, я договорю, по основному вопрос, по основному вопросу было сказано, что переименования не будет, но я думаю, что Александр Александрович, все-таки нужно протокол, в первую очередь, протокол, протокол записать, и те вопросы, которые сегодня поднимались, тоже записать протокол, и вот этот протокол, конечно, будут изучать и правительство, этот протокол, ну, и вам не дали ответ от Игоря Ивановича, но вот после этого совещания вам будет дан ответ. Спасибо. Какой ответ-то нам будет дан? А какой ответ-то нам будет дан? Опять то, что когда-то, может быть, кто-то еще физическое лицо напишет о переименовании опять, это кутерьма. Бодаться будем. Ответ дадут, что вам уже сказали, что переименований не будет. Не будет. Все. Мы говорим всем жителям, мы говорим, что все успокоились, переименований не будет. Никогда. Так? Ну, уже, Анна Таревна уже сказала, что переименований не будет. Правильно? Никогда. А с вопроса объекта культурного наследия можно сделать? Нет, нет, тут улыбочки какие-то. Вы слушайте, мы пришли сюда, честное слово, измотанное годами этим переименованием. И мы хотели бы услышать серьезный ответ. Будьте добры. А потом Тарасова, Усова, а такие же выступят. Усова выступит, Тарасова выступит. Выступит, конечно. Не они так их последователи. Слушайте, ну если я еще раз могу повторить с того, с чего я начал. Председатель городской думы Овсянников заявляет, ну что это жители беспокоятся? Ну, они что думают, что переименуем мы их улицу? Мы что их, без краюхи хлеба оставим? Слушайте. Да это такое. Да не надо. Вы слышали, что никто себе ничего не попросил. Никто. Хорошо, давайте совершим наше совещание именно и сделаем определенные выводы. Еще раз начну с того, закончу тем, с чего начал. Переименования улицы Сака и Ванцети не будет. Никогда. Слово. Слово скажите. Никогда. У нас есть совещание. За будущие коления я не готов отвечать. Но на данный момент это вопрос не будет. Куда писать? Вы прочтите наше, пожалуйста, представители губернатора. Прочтите, пожалуйста, наше там окончание. Вы вынуждаете нас обращаться дальше. Я уверен, что с учетом той позиции граждан, Последний отзад. Давайте не пререкаться. С учетом той позиции граждан, которые ярко выражили свое отношение к переименованию улицы Сака и Ванцети, негативные отношения. Я считаю, что этот вопрос закрыт. Слушайте, представители губернатора, вы так и не захотели зачитать последний абзац о все-таки решении? Мы тут не услышали конкретного. И мы вынуждены были. Я зачитаю. Теперь мы вынуждены после всего многого мы вынуждены обратиться к вам, уважаемый Роман Григорьевич, и просим организовать полноценную встречу. Мы хотим получить от вас внятные ответы по этой ситуации. Если и здесь мы не найдем отклика, нам больше ничего не остается, как обратиться к руководству страны с просьбой о сохранении названия нашей улицы Сака и Ванцети. Уважаемый, дали внятный ответ, что переименований улицы не будет. Пишите. Когда? Никогда. Сейчас или никогда? Я не знаю, ближайшее поколение через 100 лет связываться с этим вопросом, но ближайшее десятилетие не будет точно. Так, письменный нам письменный ответ. Ну да, Игорь Иванович, вам помогли, это письменный ответ. После посвящения будет у вас письменный ответ. Спасибо.